добрый день уважаемые зрители сегодня 12 ноября и пришла такая мысль немножко рассказать и поделиться про свой опыт и про свои впечатления с данной машины вот с которой я катался почти сколько пять дней и намотал 1831 километр почти я не авто обзорщик не автоблогер не автопродавец просто так сказать хочу попробовать какой-то новый формат поделиться опытом впечатлениям интерьер машины вот такой эта модель получается в комплектации black edition то есть в темной версии тут внутри можно сказать все черное на данный момент у автомобиля пробег почти 14000 километров вот так выглядят ключи от данной машинки как маленькая машинка машина заводится с кнопки также есть бесключевой доступ на своей машине я привык что здесь с левой стороны идет управление телефоном и музыкой а здесь наоборот здесь под контроль с левой стороны телефон музыка и так далее управляется вот с этой стороны конечно же в полной комплектации есть память сидений вот такие вот регулировка фар даже но этим не пользовался есть камеры вокруг и как бы 360 панорама думаю панорамный потолок вы уже заметили и без моих слов и также конечно же есть люк есть вот такое колесико который меняет режимы вождения и она здесь неспроста я но реально работает вот так если менять то вот есть экологичный режим спортивный режим оффроуд режим и глубокий снег я этот режим пробовал он в этих режимах как-то немножко душит или глушит обороты или двигатель и получается машина едет так на низких оборотах музыка в машине отличная так как здесь стоит система базе это все вот за эти пять дней я накатал называть куда только не ездил и оффроуд был бездорожье как говорится и автобаны оказывается здесь есть кнопка открыть багажник багажник у него ну довольно вместительный в целом особо сильно не нагружал его под капотом здесь сказали 2 литра turbo двигатель от вольво есть газовые упоры капота и вот такие вот уплатительные резины чтобы не летела грязь турбовый двухлитровый двигатель комплектуется с коробкой 8 ступок сказали айсин это не робот автомат данный кузов называется кросс купе чем-то напоминает кроссовер когда впервые увидел данный автомобиль он мне сразу напомнил бмв их 6 а его значок логотип напомнил мне кадиллак заметил что боковые зеркала не имеют немножко синий оттенок автомобиль имеет проекцию на лобовое стекло очень удобно мне понравилось за период моего тест-драйва выявил что дворники уже пора менять они иногда начинают скрипеть и когда ездил по бездорожью где-то здесь был небольшой скрип не знаю либо вот здесь здесь что ли но когда едешь по асфальту все нормально все тихо а так машине базовая бесшумка очень даже хорошая довольно тихо в машине комплектуется кнопкой сос но я ее не проверял не понравилось что вот это кресло постоянно когда выключаешь машину выходишь она трига отодвигается назад из-за этого кажется что сзади совсем нет места не обращайте внимание на мои странные штаны а так вот сзади вот место то есть нормально садишься когда кресло не отодвигается до конца то есть когда на переди нормальный пассажир сидит вот то есть на расстоянии ног есть я довольно высокий парень так что вот нормально помещаюсь вот позади есть тоже вот зарядки для телефонов и обогрев задних сидений также есть конечно кондиционер есть честно пытался найти функцию как можно чтобы сиденье не отодвигалась постоянно назад чтобы она постоянно был на одном месте не нашел но наверное такое точно есть по данным которые есть в интернете у данной машины клиренс плюс 200 миллиметров топливный бак составляет 55 60 литров расход примерно получается вот у меня вышел расход где-то около 11 12 литров но если это вы любите как говорится притопить на трассе вот а так по трассе едет отлично 140 ехал 145 ехал держит хорошо если заправить полный бак то показывает что хватает на 520 километров передние сиденья перфорированные есть обдув и конечно же подогрев заметил что здесь у пассажирского сиденья есть вот тут есть настройка тоже кнопки если вдруг сзади везете кого-то очень важного за период эксплуатации не получилось в полной мере проверить оффроуд характеристики для этого наверное желательно поменять резину и диски так как здесь сейчас стоят 20 диски и низкопрофильная резина кто-то скажет что нет толку что-то рассказывать про новую машину у которой пробег всего лишь 13 тысяч километров быть может она так и есть да и я не эксперт а просто поделился своими впечатлениями опытом вождения в комфортном режиме вождения заметил что турбина подключается после 30 километров в час также на этом экране оказывается можно проигрывать видео смотреть youtube можно подключить телефон для своего кузова и с этим двигателем машина очень мощная и резвая и несмотря на низкопрофильную резину и 20 диски довольно мягкая вот такой небольшой обзор такие вот впечатления надеюсь кому-то понравилось а кому-то не понравилось так что поделитесь об этом в комментариях под видео рахмет сау волонзар спасибо и до скорой встречи